За прошлую неделю в Крае зарегистрировали 11 тысяч заболевших ОРВИ. Причем пик вирусных инфекций и гриппа предупреждают специалисты еще впереди. Во избежание осложнений врачи настоятельно призывают ставить прививки. Но что делать, если уже заболел? И в каких случаях стоит прибегать к антибиотикам? Спросим у Ирины Поляковой, доцентра кафедры факультетской терапии Алтайского медицинского университета. Здравствуйте. Здравствуйте. Жители Края начали массово болеть, покупать в аптеках антибиотики, противовирусные препараты. В каких случаях можно принимать противовирусные и в каких стоят уже более серьезные лекарства? Вы знаете, дело в том, что мы понимаем под простудой. Это группа заболеваний, вызываемых различными респираторными вирусами, при которых чаще всего поражаются верхние дыхательные пути. Принимать противовирусные либо антибиотики мы не можем советовать, потому что в любом случае лечение всегда определяется диагнозом. Поэтому нужен осмотр доктора для того, чтобы дать конкретные рекомендации по лечению. Простуда, как правило, протекает, разрешается благоприятно, однако возможно присоединение бактериальных осложнений. Поэтому наблюдение за пациентом очень важно. И если появляются такие симптомы, настораживающие, как боли в грудной клетке, там сохраняется высокая лихорадка, кровохарканье, может быть синюшная окраска кожных покров, снижение артериального давления, какие-то расстройства со стороны центральной нервной системы, то это сигнал осложнений серьезных бактериальных, таких как пневмония, дыхательная недостаточность. Поэтому необходимо экстренно обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Ну вот из личного опыта знаешь, что в аптеках предлагают, как правило, одни и те же названия. Почему? Они не настолько эффективны или просто других еще не придумали? Дело в том, что любой препарат, любой абсолютно препарат, антибиотик противовирусный, для лечения любого другого состояния, имеется международное название, то есть действующее вещество, и имеются торговые названия препаратов, под которыми фармацевтические фирмы выпускают это вещество. Если мы говорим о качестве оригинального препарата и дженерика, так называемого, то есть воспроизведенная молекула другими фармфирмами, то, конечно, дженерик, он обладает максимальными свойствами, которые описаны. Дженерики же, то есть мы понимаем, что фирмы-производители, приобретая право на производство этой молекулы, они не могут гарантировать 100% воспроизведение его свойств. И любой доктор, он располагает информацией о дженериках, о их доступности, о их качестве. Поэтому, если у пациента возникает такой вопрос, то всегда это нужно обсудить с лечащим доктором. И какой-то оптимальный вариант будет приемлем. Считается, что антибиотики для организма очень вредны, и современного поколения лекарства тоже такие же? Дело в том, что антибиотик, как и любое абсолютно лекарственное вещество, имеет свои обязательно побочные эффекты. Но без антибиотиков в настоящее время ни одна область медицины уже не представляет себе своего существования. Они нам необходимы. Мы понимаем, что невозможно вылечить внимание без антибиотика, аминингит без антибиотика, другие какие-то серьезные заболевания. Другое дело, что иногда у пациентов возникают нежелательные лекарственные реакции, воздействие неблагоприятное на сердечно-сосудистую систему, на стороны печени, какие-то нежелательные явления. Но они всегда известны, мы знаем, что они могут возникнуть, и с ними возможно справиться. После антибиотиков всегда ли нужно восстанавливать микрофлору? Дело в том, что рекомендации клинические, которые мы бы однозначно ответили на вопрос, что да, нужно, какие препараты, таких рекомендаций не существует на данный момент. То есть если во время приема антибиотика появляется какая-то симптоматика со стороны желудочно-кишечного тракта, то доктор лечащий должен ответить на вопрос, почему она появилась. Вот так, чтобы обязательно всем пациентам, которые принимают антибиотики, сразу начинать принимать препараты для восстановления флоры, таких клинических рекомендаций в настоящее время нет. Правда ли, что зарубежные антибиотики лучше наших отечественных? Ну, вы знаете, это не совсем такой корректный вопрос. Ну, в общем, бытует такое мнение у потребителей. Ну, это опять же к вопросу об оригинальном препарате и от женерики. То есть оригинальный препарат, он имеет, безусловно, свои преимущества по эффективности и безопасности. Когда фармацевтическая фирма приобретает право производства этой молекулы, по всем канонам она должна провести клинические исследования для того, чтобы оценить эффективность и безопасность того препарата, который они выпускают. Вот. Это уже немножко другой вопрос. То есть проводит ли фирма такие исследования или нет. Ну, опять же, лечащий доктор, наши доктора в поликлиниках, в стационарах, они всегда располагают такой информацией. Но еще есть такое мнение, что к антибиотикам организм привыкает. Ко всем ли? Мы говорим об антибиотикорезистентности в данный момент. Это глобальная очень проблема привыкания, приспособления возбудителей к существующим антимикробным препаратам. Это, к сожалению, неизбежное такое эволюционирование, да, то есть привыкание микроорганизмов к существующим антибиотикам. И это сейчас действительно серьезная проблема. Ее можно рассмотреть в глобальном плане, так сказать, ну, в глобальном масштабе, что происходит во всем мире, да, региональную и локальную. То есть то, что, ну, имеет место у нас конкретно в городе. Вот. В общем-то, еще в 2001 году Всемирная организация здравоохранения призвала докторов задуматься о назначении антибиотика в каждом конкретном случае. И пациентов не использовать антибиотики самостоятельно, без показаний, поскольку, ну, некоторые возбудители, ну, пневмококси, снегнойная палочка, там, клепсиела в настоящее время, они устойчивы ко многим существующим антибиотикам, которые у нас есть в арсенале. И иногда доктор сталкивается с такой проблемой, особенно в стационаре у тяжелых больных, что, в общем-то, выделяются возбудители, устойчивые к имеющимся вот у нас антибиотикам. И возникает очень большая проблема в выборе препарата. Вот. Поэтому, к сожалению, эта проблема, она такая, ну, актуальная очень. Ну, можно говорить об устойчивости отдельных возбудителей к отдельным препаратам. Ну, например, всем известно, что пенициллин, пневмокок, да, вызывающий пневмонию, например, он устойчив сейчас к пенициллинам, может быть, к цифалоспоринам, да, так же, как к клепсиела. И устойчивость его уже отмечается к макролидам, вот, азитромицин, который широко используется в амбулаторной практике, например. Как часто можно без особого вреда для организма антибиотики употреблять? Дело в том, что антибиотики должен назначить обязательно доктор и обязательно по показаниям. Если в данный момент существуют показания для назначения антибиотиков, то есть имеется активный инфекционный бактериальный воспалительный процесс, то антибиотик должен быть назначен независимо от того, когда последний раз пациент его принимал. Спасибо за эту полезную беседу и за то, что пришли к нам в студию. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях Ирина Полякова, доцент кафедры факультетской терапии Алтайского государственного медицинского университета. Продолжение следует...